Почему я здесь? Давно слежу за Максом. Вообще о Максе я узнала из Лайк-центра, когда он еще работал в Лайк-центре маркетологом, то есть он такой долгий путь. Смотрю твой путь, наблюдаю, мне нравится очень, как ты двигаешься. И в целом, книгу пока одну только прочитала, мысли твои отвлекаются. Я маркетолог, также работала маркетологом у Аяза, но уже после тебя. Сейчас я директор по маркетингу в ЦПА-сети это арбитраж трафика не в свободном, ни сам себе не принадлежу. Ну, в общем, в итоге хочется, наверное, каких-то мыслей, может, где-то пиздюлей, я не знаю, бывает и такое. Экспертности тоже вроде хватает, но чего-то не хватает, как обычно, да. Я всегда спрашиваю очень простой вопрос, что хочешь? Мне хочется денег, но мне хочется денег не просто денег, а в сфере, где мне интересно. И в той сфере, где я сейчас нахожусь, это вот арбитраж трафика, мне там очень большие деньги, но мне нужно понять, как оттуда заработать, не работая на кого-то. Если исходить из того, что Вселенная идеальна, и ты ведешь себя всегда наилучшим образом, какая была скрытая выгода идти туда, где есть начальник, если тебя это бесит? Если ты этого не хочешь, но ты как бы все равно туда идешь. Опять же, Максим, тут немножко прям утрированно ты говоришь в плане бесит. Начальник меня не бесит, начальник меня ценит, они там, ты сейчас пытаешься сверху меня быть. Мы либо рано равных, либо я сверху общаемся, либо не общаемся вообще, хорошо? Ну, ты сейчас... Хорошо, ты доминируешь, окей. Мне нужно доминировать, потому что я должен быть для тебя авторитетом. Дети, родители не учат, согласна? Да, я не учу, я рассказываю, как есть. Ну, как бы, я это так сейчас. Если я буду в коммуникации с тобой ребенком, я не смогу тебе дать пользу. Согласна. Да. Ну, то есть мне нужно принять позицию жалкого ребенка, чтобы ты с вами не помогал. Не нужно это принимать. Тебе нужно расслабиться, убрать маску. У тебя сейчас маска какая-то, контроля висит, да, и спокойно со мной общаться. Еще раз спрашиваю. Почему ты пошла в то место, где есть начальник, ты об этом узнала, но при этом тебя это бесит? Когда я пошла, я об этом еще не думала. А сейчас, ну, я год поработала в этой сфере, и получается, что я начала об этом думать, что сфера мне нравится, я хочу понять, как оттуда взять денег, не работая на кого-то. Я буду сейчас называть гипотезы, ты мне будешь просто говорить, насколько они правды, и про тебя, хорошо? мне кажется, что твое желание доминировать над мужчинами, оно связано с твоими отношениями с мужем, и, скорее всего, с отцом, да? Почему ты думаешь, что я доминирую над мужчиной? Я не думаю, я анализирую. У меня, я тебя в первый раз вижу в жизни, это раз, да, факт. Второй факт, у меня нет скрытой выгоды тебя как-то унижать, оскорблять. Третий факт, у нас общая с тобой цель, и со всеми с вами, это помочь каждому из вас. Исходя из этих трех задач, что я делаю? Я, когда общаюсь с людьми, я же это все до этого сказал, я анализирую поведение, мимику и вот это все. Исходя из моего накопленного опыта, это примерно 20 тысяч часов общения с людьми, я делаю какие-то выводы, гипотезы. Я не говорю, что это факт, поэтому я и спрашиваю, похоже ли это на правду. Это похоже на правду, но это, наверное, относится не к мужчинам, а в целом по жизни, потому что, да, я агрессивную позицию занимаю, в принципе, всегда, поэтому я достигатор, есть такое. Хорошо. Как ты думаешь, экологично ли это по отношению к другим людям, и как они, как им вообще рядом с тобой, когда ты в позиции агрессивного такого достигатора? Некомфортно. Наверное, я многим не нравлюсь, но мне это как-то не триггерит. 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 Просто это защита у тебя. Хорошо. Если, предположим, что данная стратегия, которую ты выбрала для агрессивного достижения своих целей, для такой вот войны, она идет из детства, и в детстве что-то произошло, какая-то ситуация, где это необходимо было. Да никак я не делала. Я же говорю, я была безинициативным существом. Мне там сказали идти учиться, я пошла учиться. Мне сказали туда, значит туда. Я была очень ведомой, и прошла большую более в осознанном возрасте. Это есть артефакт. Хорошо, супер, отлично. Вот ты сказала инициативное существо. Очень такая мощная фраза. Безинициативная. Давай поисследуем слово «существо». Оно вообще от кого звучало? Чтобы не чувствовать боли и дискомфорт, они могут такой превентивный удар нанести, сказать, ну я же не защищаться сюда пришла, хотя по факту ты это и делаешь сейчас. Да, хорошо. Тогда вопрос. Почему я защищаюсь? Ты нападаешь сейчас на меня, чтобы я смогла... Почему я начала защищаться? Для тебя это привычная стратегия. У тебя есть определенный контекст. Контекст называется война. Контекст войны. В чем плюсы и в чем минусы контекста войны? Ну, во-первых, это обедненная картина мира, потому что когда человек живет в контексте войны, он кого себе ищет всегда. Противника, наверное. Да, противника, то есть от кого-то нужно всегда защищаться, чтобы реализовать свою стратегию войны. То есть либо конкуренты, либо от кого-то защищаться. То есть это все время жизнь в напряжении, это все время доказывание кому-то что-то, все время пытаться попадать в чьи-то ожидания и в критерии оценки, потому что ты себя сравниваешь с другими, то есть ты пытаешься понять, где ты лучше, где ты хуже, то есть это все время такое вот гипернапряжение внутреннее, внешнее. и то, что ты вот говорила про запрос, что ты хочешь понять, как забрать деньги, вот сама фраза забрать деньги, она тоже, она же не про партнерство, она же про как раз вот прийти, уйти, да, и проблема-то не в том, что ты плохой специалист, да, там, я уверен, ты замечательный специалист, и у АЯЗа другие не работают, да, там, или там, я уверен, у тебя большой опыт, проблема не в навыках, не в твоей экспертности, а в кривой стратегии. Мне кажется, тебе нужно поменять контекст войны на контекст партнерства. Контекст партнерства, это когда ты не делишь мир на свое чужое, когда нету правды, неправды, то есть нету определенной такой дуальности, дуальность, она появляется из-за детского восприятия мира, да, вот это детское восприятие мира, и оно обедненное, потому что в мире нету черного и белого на сто процентов, то есть есть куча разных оттенков, и даже если человек как-то себя проявляет по отношению к кому-то типа плохо, это не значит, что он на сто процентов плохой человек, просто у него вот конкретно в этой ситуации выявилась вот такая вот линия поведения. Но когда люди начинают обобщать мир для упрощения, да, то есть так проще, да, типа вот есть хорошие, есть плохие, есть правильные, есть неправильные, да, есть, типа, не знаю, там, я нормальный, ты ненормальный, или наоборот, да, появляется как раз манипуляция, агрессия, стресс, вот это все, да, минусы. войны из-за чего появляются? Войны появляются также из контекста разделенности, да, то есть вот мы нормальные, они ненормальные, мы хорошие, они плохие, да, вот даже войны из-за этого появляются. Как бы откуда контекст войны появляется во взрослой жизни? Потому что, как правило, он неэффективен вообще, то есть эффективнее договориться, эффективнее контекст партнерства. Почему тебя считывают так и начинают от тебя защищаться, ты считываешь защиту или, например, нападение, и включается твоя стратегия войны, понимаешь? Для стратегии нужно два человека как минимум, то есть ты сама собой не можешь эту стратегию реализовывать, мы уже выяснили, да? Это знаешь, это как вот, на тебя какая-то собака нападала, животное какое-нибудь, да, вот тут, идет животное, собака, да, там, и ты как бы вот по ней видишь, что вот, ну, как бы она, блядь, не с хорошими намерениями, да, к тебе идет, и это считывается, это считывается на уровне эмоционального вот этого вот восприятия, состояния, да? Я просто тебе говорю, к чему это может привести, к тому, что люди вокруг тебя, в том числе и в рабочем пространстве, они считывают как раз-таки, то есть ты им, ты с ними делишься контекстом, моделируешь им поведение какое, то есть ты их приглашаешь в игру какую, давайте конкурировать, давайте бороться. И вот эта борьба, она начинается, понимаешь? А я тебе что предлагаю? Я тебе предлагаю попробовать приглашать людей в контекст партнерства. В чем отличие? В том, что в контексте партнерства у обоих сторон есть общая задача. Это в отношениях так же, то есть вот когда в отношении контекст борьбы, каждый из сторон хочет быть правым, да, то есть типа ты мудак, нет, ты дура, ты мудак, нет, ты дура. Вот такой позиции, они могут часами общаться. Но когда один из них хотя бы, то есть для выхода в партнерство достаточно одного умного человека в этом диалоге, когда один из них вспоминает, что у них общая цель, общий контекст, создание счастливых отношений, он может вывести другого, то есть он может вовлечь в контекст партнерства другого человека и вывести его в общую задачу. А в общей задаче, задача не выиграть каждому по отдельности, а задача выиграть обоим, понимаешь? Понимаешь, что я говорю? То же самое организация. Что такое организация? Это система взаимоотношений разных людей. У них разной степени иерархии, у них разные задачи, разные какие-то функции, KPI, мотивы, но они все объединены общей целью. Они все в одной лодке, которая куда-то летит, куда-то движется, плывет, и исходя из того, как она быстро плывет и куда она доплывет, все получат либо не получат деньги, понимаешь, и когда один человек в этой лодке, на этом корабле начинает проявлять себя неадекватно по отношению к окружающей команде и к общему делу, конечно, его что, за борт, да? Понимаешь? Понимаешь, что я говорю? Я понимаю, но знаешь, сейчас поймала себя на мысли, звучит, конечно, как-то стремно в плане того, что я работаю в сфере партнерского маркетинга и максимально партнерское все должно быть, а по итогу получается, что я-то как будто бы и не партнер. Ничего необычного, я когда работал с Радиславом Гондопасом, это великий оратор, тренер по речи, и по коуч, лайф-коуч по жизни, да, как бы вот. Я у него спросил, Радислав, а почему вы выбрали для себя вот направление ораторского искусства? Он говорит, слушай, Макс, ну вот я когда в школе учился, меня к доске вызвали, а я тогда был под два метра ростом уже, я заикался, у меня проблемы с речью были, вот, и надо мной весь класс посмеялся, вот, из-за этой боли я тогда себе дал обещание, что пройдет какое-то время, и я стану лучшим в сфере говорения, да, в сфере ораторского искусства. Да, эта цель поставлена из боли, но она мотивирует 90% людей, которые добиваются выдающихся результатов, потому что им это важно. Когда у человека все окей, когда человеку никому ничего не надо доказывать, когда он счастлив уже по факту рождения, или потому что он уже имеет, он никуда не стремится. Так Ариана, как Аяс это делает, например, да, я имею право это говорить, потому что я с ним два года плотно работал, я как бы, ну, замечал некоторые вещи, и моя гипотеза в том, что он до сих пор доказывает отцу, что он может быть предпринимателем, причем не конкретно отцу своему, а образу мужской, мужской фигуре, какой-то авторитетный, причем я могу даже назвать, где я это увидел, там интервью с Черняком, посмотри, где он доказывает, что он имеет право заниматься своим бизнесом, потом у него были Рамсы с Ковалевым, ну, как бы я текучу могу эти примеры назвать, этот, овчинников, да, ему всегда нужна какая-то авторитетная фигура, мужик именно, мужик, женщинам нет проблем, мужик ему нужен, который авторитет, скажет, с тобой что-то не так, и он ему будет доказывать, что с ним все так, он молодец, и он переебет всех, понимаешь, у него эта мотивация работает, то есть ему она дает топливо, окей, у него так работают генераторы его психики, да, в большинстве случаев люди не научаются работать из боли, и она их сжирает, понимаешь, и вот отвечая на твой вопрос, почему ты выбрал это направление, потому что люди все стремятся неосознанно туда, где они либо могут решить проблему свою, либо они бегут от этой боли, это первая ситуация, да, то есть ты идешь туда, чтобы решить, научиться тому, что ты не умеешь, или что-то не получается, или что для тебя важно, понимаешь, для конкретики, давай разберем одну ситуацию, чтобы ты поняла, что такое контекст войны и контекст партнерства, назови мне любую ситуацию, произошедшую у тебя там в последнее время, где ты конфронтировала с кем-то, ну, у тебя был конфликт словесный, либо какой-то... Я постоянно конфронтирую, постоянно, я не знаю, почему меня еще терпят, но я постоянно конфронтирую, в последний случай мы сдавали месяц, ну, что-то там, по работе, какие-то отчетности, я защищала все свои циферки, и в итоге я быстро, в этой компании выстраивала систему аналитики сквозной и так далее, и все это презентовала, и по итогу сидит исполнительный директор, и вот ты СМИО в компании и там, и так далее, ну вот у тебя же нет образования директора по маркетингу, ну, то есть как бы мне показалось, это как будто бы пытаются меня принизить, зачем вообще об этом говорить, ну, если это было сказано в каком-нибудь не в контексте, и у нас началась такая конфронтация, ну, в общем, ну, вот ситуация, элементарно. То есть есть какой-то директор? У тебя же нет именно директора по маркетингу. Окей. Вот. Смотри, я сейчас тебя научу очень классной штуке, которая тебе поможет по жизни. Хочешь? Ну, я здесь с этой целью научиться чему-то классному. Вот первое, что нужно делать всем, когда вас вовлекают в какую-то игру, которая вам нахуй не нужна, да, директор при коммуникации с тобой ощущает, что его выживание под угрозой, как мужчины, и он не может быть мужчиной рядом с тобой. Почему? Потому что ты сильная, ты излучаешь энергию уверенности. Понятно, что у него тоже свои игры. Наверное, у него была похожая мама, которая была такая, типа, ну, властная. Я не знаю, я предполагаю, да, то есть у него тоже какая-то игра своя включается. И что бы ты его не передавила своим авторитетом, а ты для него уже не женщина, ты для него конкурент, ты для него спарринг-партнер уже, понимаешь? Потому что если бы ты была для него женщиной, мужчина никогда бы в жизни так себя не вел. Нужно напасть первым, то есть нужно показать, что я тут все-таки альфа. При этом ты могла еще даже ничего не говорить, то есть ты могла просто молчать, но твой вид, твоя энергия, твоя готовность к нападению уже ему говорит о том, что если вот что-то сейчас произойдет, он потеряет авторитет, и он тебя пытается задавить. Откликается? Исходя из общего, так сказать, видения, я тебе накидал, то есть какую проблему я вижу, да, и что с этим делать. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok